Хей хоу ребятки, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале, с вами Борода, это Леприка Онлайн и у нас первый обзор на эту игру. Ну что ж, игра довольно новая, недавно вышла с ОБТ и с демки вышла и теперь она полноценно доступна для всех вас. Вкратце об игре, ребятки, что мы увидим на экранчиках. Все просто, с левой стороны ваша цитаделька, с правой стороны цитаделька врага, две защитные верфи на входе в каждую из цитаделей и посредине идет поле боя. Именно это поле боя, ребятки, является основной преградой для того, чтобы добраться к цитадели. Потому что оно довольно-таки длинное и в конце него встречают вражеские верфи. Как я и говорил ранее, что весьма больно. На самом-то деле, как вы видите, дамаг у них неприятный и довольно болезненный. Мы играем за фракцию наги. Против меня фракция рыцарей. Также еще видел фракцию лесных эльфов. Сколько всего фракций в игре, пока что не знаю, потому что прохожу довольно-таки длинное обучение. Вас это, кстати, тоже ждет. Всех ждет это в самом начале. Хорошо, давайте поставим еще одну вышку. Так, точнее казарму, если можно назвать так. Так, мы поставили дальнобойных. Кстати говоря, ребятки, классы делятся на три раздела. Первый раздел это класс воинов, где мы выпускаем то ли рашеров, то ли танков уже на свое усмотрение. Дальше идут у нас дальнобойные. Тут же идут и лучники, тут же идут и колдуны. Кстати говоря, надо поставить воздушного змея. Весьма неплохой юнит и очень хорошо себя показывает. И третья вкладочка, ребята, это дополнительные магические строения, которые восстанавливают здоровье и наносят урон врагам. И алтари восстановления, которые помогают восстанавливать здоровье башенкам, которым нанесли их дамаг. Потому что, когда вражеский юнит пересекает границу, когда бывают верфи, основная задача максимально быстро защитить и захилить нашу цитадель. Потому что, если цитадель разрушается, то, соответственно, мы, конечно же, проиграем. А этого допускать нельзя. Преимущество нас против рыцарей, то есть змеев, нагев, в том, что рыцари очень сильно восприимчивы к атакам лучников. И это ведет нам на руку. У нас очень хорошие дальнобойные юниты, которые очень хорошо себя показывают в бою. Ближние классы у нас слабоваты. А вот что касается лучников, то дамаг у них колоссальный. Хоть и немного хп, но я думаю, это нормально и это логично. Мало хп, много дамага, тем более, что мы дальнестрелы. Зачем нам больше? В принципе, это уже, ребятки, победа. Как вы видите, мы с легкостью прорвались на вражескую территорию. Начинаем разрушать их строение. У нас очень много денег. Я даже не буду достраивать какие-либо воспомогательные казармы для того, чтобы идти в атаку. Это уже достаточно. Цитадель вражеская начинает крошиться. Мы наносим колоссальный дамаг и еще чуть-чуть и она падет. Ну, буквально вот сейчас юниты справа фланга добьет и переключатся на цитадель. Все. Это победа, друзья. Великолепная победа в великолепной игре по названию Леплика Онлайн. Очень сильная игра похожа на Клэш Рояль. Кто-то из вас уже мог об этом, кстати говоря, подумать. Очень сильно похожа на тактические монстры. Но в этой игре, ребятки, есть одно большое но. Здесь есть как минимум фракции. Вот я играю за наги, против меня опять-таки люди. Они же рыцари. Ну, я их, по крайней мере, так и специфицирую. Потому что как раз-таки именно рыцари и идут против меня. Так, хорошо. Я поставил... Ух ты! Довольно необычно. Он начал не с пеших юнитов, а с лучников. У которых дальнострельность побольше моей, но дамаг гораздо меньше. Как видите, моя Саламандра справляется с ним и идет вперед. А впереди меня ждут, конечно же, верфи, которые в одиночку Саламандре никак не дарить. И я погибаю. Так вот. Эта игра отличается тем, что здесь есть фракции. Понимаете? Здесь есть выбор стороны, за которые мы сможем поиграть. Каждая сторона имеет свои как преимущества, так и недостатки. Поэтому, прежде чем определиться со своей фракцией, подумайте дважды. На этом все, ребятки. Это был первый обзор. Дальше больше ждите. Всем спасибо. Пока-пока.